Привет, меня зовут Стефан. Давай научимся плавить под парусами. А вот под парусами учились ходить Стефана, братик и сестра, Дарья и Виктор. Ребята тоже представляли, что яхта – это спокойные гавани, никакого ветра. Лежишь себе, смотришь на рассветы, встречаешь закаты. И все происходит медленно, спокойно. Ну что ж, давайте вместе с Виктором заглянем вовнутрь нашей яхты, на которой мы проходили обучение. Стефан говорил, что именно так он себе представлял настоящий учебный пиратский корабль. В самый первый день маленьких пиратов обучали пришвартовывать судно. Во время этого процесса ребята выучили, где мачта, грот, спиннекер, гиг, кип, где у судна нос, корма, руль и кок. Иккок. Иккок. Субтитры создавал DimaTorzok Когда ребята справились с первым заданием, капитан Бен взял их в первое путешествие. Сейчас ребята учатся ставить яхту на мур. В специальных местах, отведенных под стоянку, на дно размещают какой-нибудь большой и тяжелый предмет, ну например бетонный блок или плиту. Затем к такой плите крепится прочный канат. В итоге груз выполняет функцию якоря, а канат используется в качестве якорной цепи. Среди яхтсменов такая конструкция получила название муринг. Когда ребята убедились, что канаты прочно закреплены, мы должны были оглядеться по сторонам, чтобы мы были далеко на безопасном расстоянии от других яхт в этой бухте. Муринг. Потом ребята учились открывать паруса. С виду это кажется легко, быстро и даже весело, но они потом поделятся опытом, насколько это тяжелая, внимательная и трудоемкая работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас ребята повторяют с капитаном не только что и где находится, но и как эти самые «где» и «что» называются. Молодые пираты должны были показать, где нос у судна, где корма, где правый борт, где левый, где кокпит, где наветренная сторона и где главный парус на судне. И готовимся поднимать стаксель. Стаксель – это такой парус с треугольной формой, который ставится на штаг для содержания мачты спереди. Потом капитан расскажет разницу между стакселем и спиннакером. Это еще один парус. Вы же не подумали, что у нас на яхте будет всего два паруса? Каждый знает свое место и каждый готов выполнять те действия, которые ему доручены. Сейчас мы ждем команды капитана приступить. День подходил к концу, но нашей команде предстояло много хлопот, работы и забот, прежде чем мы могли садиться и наслаждаться закатом. И вся эта суматоха-неразбериха стоила того. Закаты на воде особенно волшебные. А сейчас наши юные пираты проходят ночное обучение. Они играют в игру с капитаном Беном «Найди нашу лодку в темноте». Давайте посмотрим, как это у них получилось. Видите? Вот она, наша яхта виднеется. Но если убрать фонарик, ее совершенно не видно. Нелегко найти пирату в ночи свое судно. На следующий день наши молодые пираты обыгрывали ситуацию человек за бортом. Не переживайте, никто за бортом упал и не прыгал. Мы использовали пластмассовое ведро с поплавком, чтобы потренироваться. И хотя в жизни такие ситуации, к счастью, случаются крайне редко, быть к ней готовыми и знать порядок действий необходимо, особенно если ты хочешь стать пиратом. Для того, чтобы спасти нашего пластмассового Боба, человек на страже указывал, где сейчас находится Боб на воде. Капитан подносил яхту именно к тому месту, и наши спасатели прямо на носу яхты удачно выловили и спасли Боба. Молодец! Выкинете. Когда все задания были выполнены и все тесты пройдены, наша команда наслаждалась ветром, морем и свободой под парусами.